Берчане за здоровый образ жизни. На пляже Старый Берск развернулся целый стадион. Там горожане играют в пляжный теннис, а еще благоустраивают территорию. Тамара Хохлова недавно увлеклась пляжным теннисом. Узнала, что в Берске проводят тренировки по этому виду спорта. Уже месяц девушка ездит на занятия. Получается, потому что я занималась бадминтоном, и базовая координация есть. Понимание вида спорта есть, смещение, тактика, работать с мячом, с ракеткой. Поэтому мне проще, поэтому мне, наверное, и зашло, потому что есть уже какая-то практика схожая, и есть атмосфера. Самое главное, вот этот летний вайб, когда море, солнце, когда совмещаешь приятность с полезным, загораешь, активно проводишь время. И самое классное, что мне понравилось в этот раз, здесь вот зона спортивная на БДО у нас прям преобразилась, потому что в хорошую погоду здесь катают кайтеры, здесь же играют волейболисты, идет смена площадок, и прям очень здорово. Я прям приходила и любовалась просто какое-то время, когда все нахлынут волной спортсмены, и прям пляж преображается, очень здорово. Тренировки проводят каждую неделю инструкторы Спортограда. Задача – привлечь как можно больше берчан к здоровому образу жизни. В команде любителей уже больше 40 человек. И в том числе у нас приезжают издалека, из Новосибирска, из Эскетима, то есть сейчас место становится уже очень популярным. Также тут появились фотозоны, поэтому, как видно, народу интересно. Но не только спорт объединил активных берчан, здесь можно творить. Любой желающий может поучаствовать в украшении, сооружении на пляже. Уже разрисовали киосок, спасательный пост, трибуны. В планах разрисовать в едином стиле разные объекты на побережье проект «Золотой берег» организовали бердские художники. Года три назад была задумка сделать для Бердска единое цветовое оформление, дизайн, чтобы это было как визитная карточка города. Мы сделали несколько граффити по городу, но они получились разные. А сейчас мы пришли к тому, что разные объекты города Бердска получается оформлять в одном ключе, это отражает историю города. Есть несколько способов сохранить историю. Это музеифицирование, а еще способ – это сделать ее актуальной, интересной для людей, создавать из нее туристические продукты. По словам председателя Совета работающей молодежи Игоря Блинова, в планах объединить как можно больше неравнодушных горожан, организовать областной турнир по пляжному теннису среди любителей и, конечно, продолжить благоустройство и оформление пляжей.